Всем привет! Сегодня очередное видео из цикла Болтология. Видос по сути ни о чем, я просто поделюсь своими какими-то новостями, расскажу о вопросах, которые меня больше всего волнуют, возможно даже захочу по какому-то поводу слышать и ваше мнение. Этот видос я совмещу с тестом автофокуса и картинки своего нового объектива, это Viltrox 13 мм 1.4. Те, кто подписан на мои соцсети, знают, что я недавно его приобрел с Алиэкспресс и сейчас активно тестирую и стараюсь все свое свободное время снимать на него. А у нас сейчас лето, времени свободного практически нету, потому что я в отпуске, да, это первый момент позитивный. Второй момент как бы не позитивный, то что я сразу же практически ушел на больничный, опять с пальцем на правой ноге, который меня доставал еще с весны этого года. Ну там достаточно долгая история, с кем вот с ребятами из подписчиков мы общаемся, я им рассказывал. Там по факту, короче, там халатность врачей, в общем, такая ситуация. Опять же, что из хорошего, да, это вот приобретение Viltrox 13 1.4. Я так скользь ребят спрашивал, типа, ну вот, что у меня в планах. То есть это попробовать Sigma 18-35 1.8 через переходник Fringer, потому что это интересная достаточно связка, попробовать Sigma 16 1.4 или же Viltrox 13 1.4. Но большинство как бы проголосовали за Viltrox, и вот он у меня. Естественно, производитель мне не прислал его, потому что канал у меня днищенский. И об этом я тоже попозже скажу. Вот, мне пришлось его самого купить. Купил я его на Алиэкспресс во время вот этой распродажи в конце июня, начале июля. Как раз когда доллар был очень низкий, взял я его что-то за 20 чем-то тысяч с доставкой из России. Вообще, короче, все супер, цена прям халява. Также я приобрел Fringer, вот он у меня здесь. Вот, автофокус что-то как-то... Видите, то нормально работает, то... Только хотел похвалить автофокус Viltrox. Fringer EFFX2 взял непрошную версию. Это тоже я взял с Алиэкспресс за 11900, по-моему. Короче, цена тоже вкусная. На Авито все бушное, самое дешевое было там 16 тысяч, чувак мне предлагал. Ну, блин, плюс Авито доставка, и, короче, с Алишки вышло намного дешевле. Сейчас самое дешевое на Авито я видел 14,5, Fringer. Я уже успел съездить в Владимир, там потестить Sigma 1835 1.8 через него. Правда, ее продают за 70 кусков бушную, причем такое состояние сомнительное. Естественно, эта цена неадекватная, поэтому я нашел предложение поинтереснее с Москвы. Хотел новую, опять же, брать в GetLens. Она там стоила 50, но доллар подскочил, она стоит 55, и им надо сразу оплачивать. Короче, ну, что-то к меня какие-то там сомнения взяли по поводу того, сработаю ли я с этой связкой или нет. И по факту от вот этого теста Sigma через Fringer у меня остались в основном положительные эмоции, потому что автофокус, да, он странный, но это именно вот странность самого Fujifilm. А Sigma-то дала хорошую картинку, интересную картинку. И при этом в видео она себя показала лучше, чем, например, китовый, которым я пользовался, лучше, чем Fujifilm, который у меня до сих пор сейчас есть на руках, вот A35-1.4. Кстати, китовый 18-55 у меня недавно оформили через авито-доставку. Все-таки востребованный оказался для многих объектив. Я специально включил на Atomos Ninja V запись экрана, чтобы вы могли наблюдать за тем, как работает автофокус. Сейчас включен только по лицам. Чуть попозже я включу тоже по глазам, по всей зоне, то есть мульти включен, потому что все-таки компания Viltrex позиционирует этот объектив в качестве влогерского такого объектива, да, и как бы влогерский он должен быть по зоне. Но забегая наперед, скажу, что когда вы выбираете, точнее не по зоне, а по всему кадру, забегая наперед, скажу, что когда вы выбираете квадрат, иногда он бывает больше головы человека, например, и автофокус улетает, у нас задний план. Ну, опять, короче, скажу, что я автофокус в Fujifilm High. Сейчас поснимаем в режиме такого прокачанного Fuji-влогера. Я просто смотрю на экран, чтобы горизонт более-менее держать. Вот, прокачанный Fuji-влогер, это когда ты на вытянутой руке держишь, короче, мини-штатив. Fujifilm X-130 с 13.1.4, сверху еще Atomos Ninja V с тяжелой батареей, с тяжелым аккумулятором, с жестким диском и прочей лабудой. У нас автофокус по глазам 1.514-640, Eterno и ND64 сверху. Еще один момент, который... Да, там бешеные собаки орут у соседей. Еще один момент, который я хотел бы обговорить с вами, это то, почему я не взял Sigma 16.1.4, потому что я смотрел на этот объектив, я хотел его взять, но, к сожалению, он был недоступен на складах в России. Дело в том, что с AliExpress заказывать именно с Китая такие объективы, ну, честно говоря, стрёмно. Блин, насколько же это тяжелая фигня. Это вообще Unreal. Потому что на Авито я нашел объявление, там чувак продавал Sigma 30.1.4 за 26 тысяч, и у него коробка была просто в хлам мятая. В общем, он его продал, и тот чувак, который у него купил этот объектив, тоже с Москвы, он его выставил на продажу буквально через 2-3 дня. Ну, конечно, он там написал другую историю, типа, коробка помялась там при переезде и так далее, и тому подобное, но цену уже выставил 28. Ну, в общем-то, если вы заказываете объективы с Китая, да, на AliExpress, имейте в виду, что они могут прийти вам в хлам помятые. Они не запаковывают их так, как телефоны, там, в вакуумную вот эту упаковку, там, такую, не вакуумную, а вот такую пузатую, короче, которую можно пинать, чуть не в футбол играть. Они просто в обычную коробку ее запаковывают, а то и вообще напишут там, не напишут, а этим, как с Вилтрексом было, то есть, таким фирменным скотчем обмотают, типа, вот, прям, для Почты России, прям, чувак, бери и, короче, воруй меня, ничего тебе за это не будет, потому что и у меня воровали вспышку годокса на Почте России, и еще у нескольких моих подписчиков, они тоже со мной делились инфой, что у них тоже на Почте России посылочки воровали, так что, если там будет фирменный скотч какой-нибудь, и чувак будет в теме, что это такое, он обязательно эту посылку тиснет, и за это ему ничего не будет, потому что Почта России такие посылки не разыскивает. Вот сейчас я включил автофокус по глазам, еще дополнительно, ND-фильтр я, соответственно, не накручивал, не накидывал сверху, чтобы ничего не мешало работе автофокуса этого объектива и камеры Fujifilm X-T3, я напоминаю, что снимаю на нее, и можете посмотреть за работой автофокуса. У меня сейчас лицо контрастное, фон темный, поэтому я думаю, что никаких здесь проблем не будет, даже если я начну головой крутить туда-сюда, ну, посмотрите. В общем-то, о чем я хотел поговорить еще насчет канала и насчет подписчиков. Дело в том, что под недавним видосом про Fujino 1855 кто-то в комментах написал, типа, ну, я там вставлял футаж, как Лена открывает там туфли, которые мы только что забрали из дека, и кто-то написал, я не знаю, шуткой он это написал, или как-то, такой коммент, типа, вот, надо было, короче, ей купить сланца, а себе Сигму 16.1.4 с Алиэкспресс заказать. Я не знаю, опять же повторюсь, шутка это написана или нет, но у меня очень хреновое чувство юмора порой, и я такие вещи воспринимаю, ну, прям в штыки, в штыки. Вот, поймите меня правильно, вот, Лена, она делает для вот этого канала больше, чем все вместе взятые мои подписчики. Есть люди отдельные, которые меня поддерживают, есть люди, которые мне помогают, кто-то присылает футажи, кто-то делится инфой, но их единицы, то есть их прям, блин, по пальцам одной руки можно пересчитать. Это люди, с которыми я постоянно на контакте, с которыми я постоянно общаюсь, и голосовыми, и вообще, постоянно обмениваемся там, мравыми, футажами и так далее, но их единицы. А Лена, она постоянно со мной, она постоянно на тестах, она постоянно на съемках, она мне постоянно подсказывает, помогает, стоит за камерой, там, в качестве модели, она постоянно и если выбирать тут между сигмы 1614 ради обзора с алиэкспресс и какими-то шмотками так скажем для нее я выберу шмотки сами куплю чем усладить ваш интерес купив сигму 1694 просто для того чтобы сделать обзор на канале вы это должны понимать потому что к чему я подвожу сейчас вот если открыть статистику и охват 90 процентов смотрят мои видосы без подписки 90 и только 10 процентов смотрят с подпиской вам-то пофиг вы посмотрели все окей а мне количество подписчиков для меня напрямую влияет на крутость моего канала в как бы для производителей то есть понимаете если было 50 на 50 и у меня было хотя бы там четыре тысячи подписчиков там четыре с половиной пять тысяч подписчиков мне в производитель что-то присылал на обзор то есть как олегу братухину мы прислали вот этот свет вилтрекс прислал вилайт ninja 200 ему там радио петли еще чуть присылает производитель и он получает от этого профит ему ну круто классно правильно же мне ничего не присылают то есть даже элементарная поддержка которую я всегда прошу своих зрителей ты просто подписаться на канал и когда мне такие вещи пишут в комменты но мне они не реально обидно просто становится ребят вы это должны понять то есть это ведь все эти видосы висит канал он чисто на одном моем энтузиазме держится на моем ее энтузиазме точнее ее энтузиазме ее терпение короче вот как раз сейчас дома еще посмотрим как работает автофокус по глазам то есть в режиме влога ну кое-как тут на диван поставил на мини штатив камеру тут дисторсия фигурсия но вам главное посмотреть картинку автофокус и терна в общем тролли-вали там все увидите на своих экранах вопрос про донаты был то есть ребята предлагают мне создать там какой-то донат сервис или как это называется собирать донаты ну то есть для себя или же например есть несколько подписчиков которые хотят обзор на какой-то объектив там 7 artisans tt artisans мэйки там или все все что угодно какие были предложения собирать донаты именно этот объектив то есть как собрали например там сколько он стоит там 7000 рублей 10 тысяч рублей собрали я его заказываю делаю на него обзор потом среди тех кто собирал тебя ну тех кто жертвовал эти донаты я этот объектив разыгрываю такой был вариант либо я этот объектив продаю ну тому кто эти донат кто как бы собирал тут кто жертвовать и донаты все в голове перепуталась просто у нас жарищи сегодня самый жаркий день был на 32 33 в тени вообще нереально вот еще было предложение просто собирать донаты типа на развитие канала тому подобное но мне вот эта тема донатов тема стримов дам многие хотят пообщаться но для стримов нужно оборудование для стримов нужно настраивать это борту и самое важное для стримов нужно время время это то чего у меня сейчас вообще нет вот сейчас игры лето я в отпуске от основной работы у нас жарко а я на больничном и мне ногу не мочить нельзя то есть палец я не искупаться не могу у меня постоянной перевязки в 8 утра то есть чуть пара попозже лег утром просто ты никакой то есть даже и куча дел то есть тут еще у лены и так надо уладить много всякого поэтому даже снимать просто было некогда единственному тут выбрались что то есть тема на тему ну да пофиг это же болтология правильно единственным тут выбрались вот в муром на 8 июля день этой там семьи любви верности короче вот там был праздник поснимал на вилтракс 1314 вот кое-что прикольные кадры будут там в обзоре разные а так то блин по факту снимать вообще некогда то есть не пожаре же 30 градусных где-то лазить и вот короче эти донаты по факту мне вот эти донаты они не нужны чужие деньги не нужны игры самая огромная поддержка для меня это ваша подписка и еще один момент на на сегодня он последний это вопросы в личку я всегда за если не пишут в личку и что-то спрашивают совета какого-то всегда многие знают что я всегда помогаю никому не отказываю через чтобы люди не писали там ватсап вайбер электронная почта все-все-все без проблем и мне за это денег тоже не надо они ни с кого денег не спрашиваю но чуваки поймите когда вы пишете что-то спрашивать и вы в теме вообще не шарить и разбираться сами не хотите вот это меня вообще как бы подбивает перестать отвечать в личке потому что пишет человек который говорит там посоветуй мне что-то для этого ты начинаешь советовать он такой ага он это например приобрел и говорит а почему вот эту не умеет делать вот это ты такой блин оно и не должно как бы оно только для вот этого там же даже есть приставка только для вот этого я не буду конкретизировать я не хочу никого обидеть таких дофига таких дофига то есть я единственная у меня просьба к ребятам вникайте сами в тему то есть сами изучайте инфу кроме простого вопроса блогера мне несложно ответить я голосовыми отвечу но если вы сами в тему не вникайте вы элементарных вещей не знаете например что такое диафрагма чем отличается диафрагма 18 диафрагмы 35 или почему одного диафрагма 2 и 8 но на объективе написано а у другого 35 56 если вы это не знаете если вы в это не вникаете то нафига вы пишете блогерам посоветуй мне конечно что-то посоветует а вы скажете он не умеет это делать так что либо на такие вопросы я буду отвечать только за денежку и там вот такой список голосовых вам выставлять с примерами да ну либо я вообще не буду на такое отвечать в общем то я думаю что на сегодня болтологии хватит уже дофига базарю на картинку на насмотрелись и работа автофокуса в общем то в ближайшее время да я буду собирать уже обзор собирать эту колбасу про вилтер x13 1.4 если кому-то что-то отдельно интересно про него вы прям в комментах под этим видосом напишите я обязательно об этом тоже расскажу и эту штуку ну там этот момент тоже проверю а на сегодня все всем пока увидимся